в таком ботенке мы сегодня будем мариновать свекр сушат какую-то травушку муравушку я думаю что у нее за свекром намечается серьезный разговор кадры оба кадры а вот наша редька виновница этого события и еще пучок лука придавили большой штукой обязательно найду и местечко теплое уютное красивое местечко друзья ребята всем привет мы сегодня со свекровью и с нашим малышкой нари приехали на дачу будем мариновать редьку вот пока наши мужчины там работают ее муж тоже уехал мой свекр мой муж тоже весь работе мы тут по-особенному по-своему отдыхаем и сегодня немножко вам засниму наш день погода кстати очень резко поменялась две недели нас не было на даче и уже прям осень осень а красиво сейчас покажу такой запах прям знаете свеженький такой осенний думаю не зря сегодня так утеплилась потому что реально холодно ну свежо конечно не как там в россии не как в сибири где раньше жила но тоже похолодало заметно так это наша дача как фильме ужасов когда знаете вся листва падет но сегодня на парковке только наша машина так как будний день выходные обычно здесь все забито природа конечно обалденная даже зимой здесь знаете по особенному хорошо птички поют никаких машин не слышно вообще я очень люблю дачу сейчас посмотрим что у нас тут поменялось нашего последнего визита вся хурма поспела ее собрали уже холодильники в морозилке хранится мы любим ее как мороженое потом знаете доставать с морозилки мороженое и ложкой так есть вкусно прям обычно в это время начинает свести камелия набухали почки как это бутончики некоторые цветочки уже распустились скоро прям все дерево будет в цветах и прям очень красиво очень яркое будет здесь у нас место в таком бочонке мы сегодня будем мариновать оно на улице будет у нас бродить потом очень вкусно получается поэтому смотрите видеоролик до конца может кто-нибудь захочет дома приготовить весь урожай собран все грядки уже разобраны будут ждать следующего сезона весны так что будем разбирать наши сумки это у нас для нари пакетик смесь такие контейнеры складываю что банку не брать вода кашка а вот наша редька виновница этого события уже вся просоленная она кстати стала мягкая от соли прям да прям размягчилась но вначале я хочу конечно же выпить кофе потому что прохладно нужно еще взбодриться чем кофе это конечно вообще отдельная моя любовь так мы сейчас чистим вот таким образом зеленый лук нужно луковицы с вами вот эти головки убирать пленочку чтобы был чистый что-то нарья ну весело тебе-то с нами да будешь сегодня тоже с нами редьку мариновать учиться да давайте да что ты дома тоже помогать потом маме а по дороге мы заехали в магазинчик чтобы купить суп острый он по-моему с креветками с креветками с кем-то моллюсками да он кстати очень вкусные с маленькими маленькими креветочками и потом нужно его немножко доварить его довариваешь здесь есть теста. То есть нужно сделать галушки. Хотя он острый, но он вообще безумно вкусный. Я напишу название, может быть, кому-то пригодится. Попробуйте. Ну, конечно, при условии, что вы можете есть острые. Нам пригодятся такие водоросли сушеные. Если их замочить водой, то они превращаются вот в такие. Честно говоря, хотела узнать название, но не могу перевести их. Ставлю фотографию, посмотрите. Чеснок, острый перец, азиатская груша, лук и яблоко. И вот такая тоже водоросль тащима. На ней, кстати, варят супы. Часто ее используют. Это все наша редька, которую вырастили здесь на даче. Видите, она небольшая, такая малюпусенькая. Свекровь у меня смеялась, когда свекр привез ее домой. Но с шутки-шутками. Я думаю, что она будет вкусная, не менее вкусная, чем большая. Поэтому мы сегодня ее будем готовить, мариновать. И знаете, так интересная история была у нас. Я спрашиваю в Секрови, как мы это все понесем. Она же тяжелая, вот эта чашка на самом деле. Она выглядит маленькая, но она тяжелая. Так как солили мы редьку на квартире, и еще нужно ее на машину дотащить. Плюс еще ребенок у нас и другие вещи. Она такая говорит, Элен, сейчас разберемся. У меня тут есть кое-что. Она достала такую складную тележку. Так, сейчас покажу вам, как мы тут загрузились, как поедем, как справляются сильные независимые женщины, когда нет ряда мужчин. Здесь у нас, не знаю, килограмм, наверное, 8-10 редьки соленой. В соку в собственном. Внутри у нас еще овощи и вещи для Нари. Короче, такая тележка классная. Ее можно вот так вот окатить. Короче, можно легко с этим совсем справиться. Туда у нас все вещи поместились. Вот, все, мы загрузились, и она мне говорит, Ален, только не говори мужу, как мы это все тащим, потому что они не должны знать, что мы это все сами умеем делать. А иначе потом будут меньше нам помогать. Поэтому мы иногда делаем, показываем себя, что мы такие слабые и что-то не умеем. Вот весь секрет. Так, у нас тут уже суп закипает. Тесто теперь просто просто незатейливо отрываем и варим. У нас сейчас нет времени делать все это красиво. Поскорее сейчас нужно замариновать будет нашу редьку. И потом еще нужно будет детей наших успеть с садика забрать. Поэтому сейчас поедим и начнем работать. Коля, тебе 9 сценария? Нет. Вот тут, видите, никто у нас не раздевается. Мама даже шапку не снимает, она специально одевает. Она не может, когда мерзнут уши, либо не может, когда мерзнет шея. В общем, она либо шарф всегда одевает, либо шапку. Ну вот, у корейцев так принято. Она, кстати, сегодня наших детей в садик всем шарфы вот эти завязала, платочки, чтобы не холодно было. В итоге у нас вот что получилось. Вкуснятина. Прям очень, очень вкусно. Я даже не знаю, как это передать словами. Это мой любимый корейский супчик после кимчи-чиге. Так, вначале мы наш чеснок берем. Одну большую горсть чеснока. Наши бодрости, про которых я вам говорила, не знаю названий. Это специальный такой тканевый мешочек. Часто именно корейцы используют в своей кухне. Они тут варят, сцеживают, типа как марлечка, сито. И вот в наш мешочек с водорослями мы складываем резанный чеснок. То есть вот этот мешочек нужно использовать, чтобы вот эти все ингредиенты у нас не плавали. Так скажем, по этому рассолу, да, в котором будет мариновать сирий, чтобы это все было красиво, чтобы ничего не нужно было отлавливать. Потом просто взял, убрал и все. И как бы все готово. Ничего лишнего в этом нет. Следом луковица у нас чистится на очереди. Да, доча. Так, ребенок у нас. Пора уже спать ребенку, но ей, видимо, тут очень весело, да? Нам весело тут с тобой. Просто репчатый лук тоже крупно, прям без заморочек. Так, 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 так. Тоже все в заветный мешочек складываем. Видите, я с вами тоже вместе учусь. Потом буду свои же ролики пересматривать и учиться, и повторять. Яблоко. Так, у нас все тут в этом же мешочек. Видите, какой он? Так, это лишнее. Это лишнее. Это бонус. Так, мы сейчас нашей Наре тоже дадим яблочко. Нашему главному человеку, который отвечает у нас за настроение. Так. Наре, держи. Держи. Это яблоко маме давай. Давай, это маме. Азиатская груша. Так как она большая, то мы возьмем только половину. Да, очень большая груша получилась. Нам столько не нужно. Таким же образом у нас нарезается. Все, готово. Теперь все это дело завязываем. Теперь самое главное, это наш глиняный горшок, или наш кувшин. Очень, очень тяжелый. И еще пыльчок лука. Так, и его куда-то, этот пучок с луком, с бачку, с бачку положили. Кстати, редька, она обычно не очень пахнет, но это более-менее, нет такого резкого запаха. Так вот так вот просто его туда сейчас положим, чтобы это все у нас дело бродило. Придавили большей штукой. Спирт у нас тащи, да? Это водоросли. Тащима. А, тащима. Тащима. Тащима, вот это водоросль. Ее вся кровь сварила. И нам нужен будет только бульон, по-моему. Так, с водой разбавили. Соль. Это морская соль. Игул. Ага, 8 ложек. Соль. Вы знаете, друзья, мне самой очень интересно за всем этим наблюдать, потому что я тоже учусь. Я ни разу это сама не делала. Как-то всегда это было, ну, свекровь уезжала на дачу, и потом приезжают уже, и там уже все готово. Как-то меня в это не посвящали. А сейчас я уже сама прошу, говорю, возьмите меня с тобой, пожалуйста. Мне интересно. Размешиваем до растворения соли. Так. В общем, мы сейчас вышли на улицу. Сюда поставили горшок, этот кувшин, потому что он тяжеленький. Сейчас добавим туда еще воды, и все, и здесь его оставим. Потому что на улице прохладно, и в таком состоянии оно у нас должно бродить. Нужно все это придавить, чтобы оно не всплывало. Сейчас еще дольем воды и придавим. Я, по-моему, не показывала вам нашу хозяйственную комнату здесь на даче. Свекр сушат какую-то травушку, муравушку. Так, здесь у нас дрова находятся, и всякие надувные штуки для детей. Мы сейчас все это сложили, потому что это пока что нам не пригодится в ближайшее время. И здесь у нас, как видите, есть печка. Ее топишь, и там в одной комнате только отапливается пол. Ну, это таким традиционным корейским способом. В других комнатах это все делается через кнопку. Нажимаешь кнопку, и пол начинает подогреваться. Сейчас пробуется и кровь на вкус. Она должна быть, знаете, она не сильно соленая. Она прямо это, чуть-чуть солененькая. Все, вот получается все. Это мы сейчас закроем крышкой и забудем. Осталось добавить наш главный ингредиент. Это красный перчик. Еще нам нужно будет соджу, это корейская водка. Свекровь покупала бутылку, но сейчас она вот нашла только половину. Ай, такой прикол, свекровь купила специально корейскую водку для этой редьки. И она была уверена, что она здесь есть, а мы открываем холодильник, а полбутылки, короче, уже нету. Я думаю, что у нее со свекром намечаются серьезные разговоры. Вообще, кадры, оба кадры. Вот так же нужно придавить вот этой тарелочкой все дело. В общем, мы замариновали редьку, теперь нужно 20 дней подождать, потом вытащить вот этот мешочек с овощами, с чесноком, в общем, с грушей. Его нужно будет вытащить и что-то там еще сделать. Я плохо поняла, что сейчас я пришла в машину, чтобы забрать переноску для Нари. Вот эту переноску. А то у нас девушка хочет спать, и вот нужно, она прям здесь вообще классно засыпает. Поэтому я думаю, сейчас я ее к себе прицеплю, ребенок уснет, и мы спокойно будем собираться домой. Потому что скоро нужно уже и на сценарий садик и забирать у нас. Все, иди. Иди. Я, я, я. Вот так вот. Ой, я езжу. Так, ну мы уже все, собираемся домой. Сейчас осталось только загрузить последние вещи, забрать с собой мусор. И все, и выезжаем. Ананасик наш заснул так сладенько. Устала она тоже с нами тут наездилась. С самого утра еще долго не спал ребенок. Так что надеюсь, что в машине сейчас хорошо поспит. Мы тоже отдохнем, пока будем ехать. Мы уже приехали домой. Погода очень резко испортилась, но, но меня дома ждала приятная распаковка. Смотрите, что теперь у нас есть. У нас теперь есть кнопка. Поэтому хотелось сегодня вас всех еще раз поблагодарить. Спасибо за то, что вы нас смотрите и поддерживаете. Это очень приятно. И если бы вы на нас не подписались, то этой кнопки бы у нас не было. Поэтому спасибо-спасибо каждому из вас. Друзья, осталось только теперь найти, куда нам повесить эту кнопку. Эту прекрасную кнопку. Но мне кажется, что это вообще не проблема. Главное, что она у нас есть. Я обязательно найду ее местечко. Теплая, уютная, красивая местечко. А знаете, я раньше, когда была просто зрителем Ютуба, не замечала и даже не думала о том, сколько там труда может быть вложено в какой-то обычный видосик. Поэтому огромное-огромное всем спасибо вам. Прям вообще огромное спасибо вам за то, что вы нас выбираете, за то, что вы нас смотрите, поддерживаете. Пишите комментарии, ставите лайки. Это очень важно. Ну а я буду на этой прекрасной ноте с вами прощаться. И до встречи в следующем видеоролике. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok